Всем привет, друзья! Сегодня у нас продолжение видеороликов с Олесей. Олесей это, напомню, параллель в США. И сегодня мы хотим поговорить о визе ИТУ или неиммиграционной визе инвестора. Сегодня Олеся и нас познакомим немножечко поближе с этой визой. Скажи, пожалуйста, Олесь, для кого эта виза и почему считают, что виза ИТУ самая востребованная для инвесторов? Здравствуйте, друзья! Почему считают ее более востребованной? Так как она достаточно проста, то есть ты покупаешь какой-то бизнес. Естественно, бизнес должен быть достаточно не совсем дешевый, так сказать. То есть совсем дешевый, который можно было за 30 тысяч долларов купить 10-15 лет назад. Сейчас не пойдет. Скажи, пожалуйста, какие тогда минимальные вложения должны быть для открытия визы? Минимальное вложение нужно хотя бы 100 тысяч долларов по причине того, чтобы не было каких-то вопросов у офицеров, так сказать, иммиграционных. Ну и также ты покупаешь бизнес для себя, для своей семьи. Ты тоже, чтобы с голоду, так сказать, не помер, тебе нужно, чтобы бизнес что-то производил. То есть у тебя должны быть какие-то деньги, которые будут, так сказать, твою семью там содержать. Поэтому как бы это достаточно важно, подбор бизнеса. То есть преимущество, основное преимущество данной визы заключается в том, что у нее маленький размер начальных инвестиций, да, по сравнению с другими. Достаточно маленький, да, достаточно маленький. Ты должен владельцем 50% быть этого бизнеса. Ты просишь государство, так сказать, дать тебе возможность здесь поработать, то, что бизнес нуждается в тебе, чтобы его вести. А минимум я, наверное, бы назвала 100, но, естественно, у тебя какие-то деньги должны быть дальше на раскрутку, на то есть что-то еще, какие-то деньги, ну, чтобы у вас должны быть. Не то, чтобы вы последние деньги отдали и все. То есть там на оформление бизнеса должны быть деньги, на какие-то зарплаты. Такой вопрос. А вот кандидат, в какой именно бизнес должен вкладываться? Ну, допустим, может ли он открыть свой на начальном этапе, да, который он там планировал, либо он может купить готовый бизнес, либо он может купить франшизный бизнес, вообще без разницы, я так понимаю, или же какой-то определенный. Любой легальный бизнес здесь подойдет, любыми легальными способами, то, что не запрещено в Америке, вы имеете право заниматься. Вы можете открыть его, может, ну, понимаете, у вас уже он должен быть вот немножко, так сказать, наработан. Я всегда предлагаю людям уже купить бизнес, который уже наработанный, то есть чтобы показать, что бизнес столько приносил, столько налогов платил, ну, с хозяином до этого, то есть чтобы уже было что показать, потому что тебе не дают его, что ты когда-то его откроешь. Ты покупаешь бизнес, ты можешь приехать по туристической визе, может кто-то по студенческой здесь быть и открыть его дальше, менять статус или уехать и получить визу в своей стране, но бизнес должен быть уже, то есть чтобы показывать что-то. Ну, одним из примеров, например, является покупка франшизы, да? Можно, да. Можно какую-то франшизу. Обычно люди, естественно, какие-то или франшизы или какие-то рестораны покупают, то есть что связано с едой, потому что там намного проще, там не нужно специальных каких-то получать лицензий, потому что в Америке все лицензировано. В Америке все, то есть там будешь электриком, тебе нужна лицензия, будешь сантехником, тебе нужна лицензия, то есть ногти красить, тебе нужна лицензия, то есть что-то там того, что не нужно какой-то специальной лицензии, ну, кроме разрешений, так сказать, каких-то от местных органов, тебе не нужно это сдавать на лицензию, получать эти лицензии, то есть чтобы или иметь человека у тебя, кто будет работать с лицензией. То есть проще, конечно, купить какой-то бизнес с едой. То есть я правильно понимаю, кандидат может открыть и вести несколько бизнесов? Можно не один, да? Ну, ты подаешься по одному бизнесу. То есть твоя может быть супруга или супруг может что-то еще открыть и иметь, так сказать, что-то второе, третье, десятое. То есть я правильно понимаю, вот я, допустим, кандидат, да? Я могу открыть, точнее, податься на визу при наличии у меня достаточного бюджета, но могу ли я податься на визу, если у меня отсутствует совершенно опыт ведения бизнеса? Но у меня есть деньги. В таком случае, естественно, лучше нанимать какого-то менеджера, потому что ты будешь как бы все же в бизнесе в этом, потому что есть люди, которые... То есть у меня вот не так давно были клиенты, которые из Франции сын и папа, то есть они вклали, они были, так сказать, больше пассивными инвесторами. И там был человек, который тоже имел какую-то долю, который вел этот бизнес. В принципе, было как бы больше, это, так сказать, неординарно, потому что обычно люди приезжают, то есть здесь активно управляют этими бизнесами. То есть, ну, у них было как бы вот такое соглашение. То есть, в принципе, можно, но надо так, чтобы кто-то у кого-то был вот... Ты должен же вести этот бизнес, он обанкротится и все, тебе визу закроют, понимаешь? Это как бы ты вклал деньги, ты у тебя достаточно, так сказать, кровные. Можно ли тебе? Наверное, тебе нельзя этот открыть бизнес, потому что там только определенные страны могут открыть. Из бывшего Советского Союза это у нас будет Казахстан, Украина, Армения, Грузия, Киргизстан, Молдова, Азербайджан, Эстония, Литва, Латвия. То есть, наверное, вот все, все перечисла. Увы, ребят, простите, Россия не входит. Но многие люди какие-то корни находят, например, на Украине, в Беларусь. Сори, в Беларусь я не входит. На Украине, то есть я знаю, что много армян ездят и находят свои корни и получают второй паспорт, так сказать, от страны, где они родились. И с той страной, так сказать, уже открывают здесь бизнесы. Многие израильские паспорта получают, у кого позволяет, так сказать, это... Также я читала, что можно получить паспорт Гренады. С Гренадой можно, да, с Гренадой тоже надо будет вкладываться. То есть там есть и пассивный, так сказать, то, что ты просто отдаешь деньги Гренаде, и тебе дают гражданство. Или, то есть там недвижимость можно купить. Там тоже определенные суммы, но это уже, так сказать, другой садчик. Также многие получают... Если у тебя есть возможность получить какое-то гражданство какой-то европейской страны, то есть я знаю, что многие наши, например, в Польше имеют какие-то гражданства, там в Чехию езжают по работе, потом могут гражданство получить. То есть это надо уже конкретно с клиентом смотреть, где, чего, куда он может дальше податься. Да, друзья, всегда перед началом любой иммиграции, перед началом любого иммиграционного пути нужна консультация квалифицированного юриста, который вам правильно подскажет и выберет ваш путь. И да, вернемся к тому, что ты сказала, Польша. Да, действительно, Польша – это самый бюджетный и упрощенный способ получения гражданства. Ну, вернемся немножечко к кандидату, который открыл данную визу. Вот какие требования к данной визе? Должен ли держатель визы создавать рабочие места? Рабочие места, конечно, очень будет похвально открыть. Наверное, 4 места будет окей держать. Но там нету, что тебе нужно обязательно, например, как в инвестиционных визах EB-5, там какое-то определенное количество иметь работников. То есть здесь как бы более, так сказать… Ну, естественно, если у тебя бизнес, который принесет деньги, там всегда нужны работники. То есть ты один не сможешь везде все делать. Ты просто… Это замечательно делать ему все самому, но нужны работники. 4-5, как ты говоришь, да, достаточно. А вот скажи, пожалуйста, может ли держатель визы работать где-то в другом месте, вне своего бизнеса? Ты можешь что-то иметь, так сказать, вот на стороне. Твоя супруга может где-то работать там, например, или… Ну, тоже надо право на работу получать там, конечно. Или, может быть, другой бизнес открыть. Ты можешь вместе с супругой над вторым бизнесом работать. Это тоже можно. Можешь пойти учиться также, едва позволять. То есть пойти в найм он не может. Почему он может… Ну, ты понимаешь, он должен держать вот этот статус. Он должен держать этот статус, на нем, так сказать, сконцентрироваться. Потому что… Я поняла. Так, лево, прямо, то есть… Как бы это возможно, но совет такой для кандидатов, чтобы вы желательно лучше погрузились в свой бизнес, да, чтобы не потерять визу. Скажи, пожалуйста, а вот к пакету документов какие требования предлагаются? Нужно ли составлять бизнес-план? И есть ли к нему определенные нюансы, допустим? Да. То есть адвокат составляет бизнес-план. То есть там надо расписывать, кто… То есть это юрист делает, да? Это делает юрист. Может человек сам сделать, если он сможет это сделать. То есть если он сможет это сделать, да, пожалуйста. Но лучше обратиться к юристу, потому что… Чтобы юрист потом уже работу над ошибками не делал, так сказать. Правильно? Мы вот перечислили некоторые требования. Какие еще требования к кандидату для открытия данной визы прилагаются? Что нужно учитывать к кандидату? Обязательно или, допустим, знать английский язык? Английский язык знать желательно, по причине того, что, в принципе, может быть и собеседование на английском языке. То есть офицеры могут просто прийти своего, так сказать, на английский язык. Естественно, если ведешь бизнес, тебе нужно понимать, о чем ты. Потому что хорошо, что у тебя есть какие-то сотрудники найма, но если ты не понимаешь, ты можешь быстро обанкротиться. То есть я видела много примеров таких. Смотри, а если, допустим, как ты ранее сказала, что супруга по данной визе может работать где угодно, да, у нее есть право на работу. Она должна, то есть у нее не автоматически, то есть на нее подается, то есть она имеет право работать, она может пойти учиться в университет. А какую визу она может открыть, рабочую? Она может, в принципе, точно такую же визу открыть, рабочую, если она запущена. Здесь она идет уже одним прицепом, так сказать, с мужем. Возвращаясь к теме английского языка и к чему я задала этот вопрос, вот, если, допустим, основной заявитель муж открывает данную визу, он понимает, что он, ну, не знает английского языка, но его жена прекрасно владеет английским языком. Она может также с мужем работать. Ну, то есть, вот, ну, ты же говоришь, что будет собеседование, и офицер может перейти на английский язык. Он же может сказать офицеру, что тогда, да, легче, я так понимаю, основным заявителям сделать супругу, да? Да, то есть были, также ко мне какие-то обращались, а если мне еще до сих пор нужно какое-то на родине свои бизнесы, так сказать, доводить, что-то там делать, хорошо, пускай жена будет, вы доводите свои бизнесы. То есть, если вы получаете Е2, в принципе, сможете туда-обратно влетать, пускай она здесь будет, живет, так сказать, с этим бизнесом работает, а вы все остальное там доделываете, что нужно доделать. Я тоже понимаю, что у людей бывают какие-то свои бизнесы, которые они строили годами, тоже они не могут просто взять и, ну, так сказать, отдать кому-то, то есть, что надо довести до ума. Олесь, вот скажи, пожалуйста, а как часто можно покидать территорию Штатов и летать на родину? Ну, естественно, лучше здесь находиться, если у тебя виза Е2, то есть ты просишь государства, что этот бизнес будет нуждаться во мне, поэтому дайте мне визу находиться здесь. В принципе, нужно просто вкласть деньги и получать какие-то дивиденды, если нужно будет, но если ты просишь, чтобы ты здесь был, ну, ты должен быть здесь. А выезжать, ну, ты можешь туда-обратно, пожалуйста, если у тебя сама виза, если ты сменил статус здесь, то выезжать нет, у тебя наклейки самой вот этой вот визовой, то есть там надо другие определенные вещи находить, то есть, записи. Ну, если ты оттуда подаешься, да, пожалуйста, то есть можешь выезжать-выезжать, наклейка тебе это позволяет. А вот к тему о визах, первоначально ИТУ дается на какой срок? На два. На два года? Да. А как ее продлять? Ты будешь продлевать и продлевать и продлевать ее, так сказать. То есть у меня есть возможность неограниченного продления данной визы, правильно понимаю? Да, но обычно люди, поработав и решив, что да, я хочу здесь оставаться, они переходят на другие визы какие-то, которые дадут им грин-карту, потому что едва сразу, то есть, не дает автоматически грин-карту, они переходят на другие визы, да, или, ну, то есть, если им не нравится, они обратно к себе на родину возвращаются. То есть, тоже такое возможно. То есть, там руки у разных, так сказать, стран разные, но это уже будет разобрано с человеком. Скажи, пожалуйста, у супруги какая виза открывается, если она созависимый член семьи вместе с супругом? Так, супруги, подожди секундочку. Ну, как депендента, то есть она будет как у депендент. Вот, очень часто, тоже не забывай, то, что дети могут приехать, дети имеют право дальше учиться. Вот, каков состав семьи, в которую основной девитель может с собой перевезти? Я так понимаю, это только супруга и дети, да? Дети до 21 года. Такой момент. Какие права у детей? Они могут учиться, обычно, что дети делают. Дальше они могут уже так же перейти на какие-то другие визы, если захотят. Какие-то дети, может, вообще не захотят заставаться. То есть, дальше уже родители решают, они здесь остаются, ну, или на какие-то грин-картовые визы переходят, на большие инвестиционные или обратно возвращаются домой. Скажи, вот, а если поговорить о теме налогов, так как данный кандидат ведет бизнес, да, есть ли какие-то особенности в налоговой системе по данным видео? Да нет. Вы полноценный налоговый резидент, да? Да, то есть, если ты здесь находишься более половины года, 180 дней, то ты должен, то есть, платить налоги. То есть, как бы. Скажи, а какой процент отказа по данной визе? Все-таки виза, она же не иммиграционная. По этой визе достаточно мало отказов, она достаточно простая, но у тебя должны быть, то есть, вот, правильный пакет документов, у тебя должно быть достаточно финансов показать, что ты сможешь купить бизнес и дальше его, так сказать, вести. Это, как бы, один из, ну, естественно, лучшим плюсом тебе пойдет, если ты какие-то, да, ты сможешь это вести, что в тебе Америка, так сказать, нуждается, чтобы ты дальше приехал и дальше, так сказать, ввел этот бизнес здесь. Друзья, смотрите, весь процесс сопровождает непосредственно юристы, да, без них, ну, никак. Поэтому каждое досье, каждый кейс, он индивидуален, и поэтому даже при наличии у вас прекрасного бизнес-плана и всевозможного бюджета, все равно первоначально нужно начинать с консультации юриста, чтобы вам провели алгоритм работы, да, представили весь иммиграционный путь пошагово и координировали ваш весь процесс. Без этого, к сожалению, никак. Самостоятельно лучше не поддаваться. Такой вопрос. Да, Лесь, Гаври, я тебя опять перебила. Мы подберем вам, то есть сейчас достаточно много в МЛС бизнесов, то есть бизнесы какие-то люди продают как официально, так, то есть я имею в виду через официальные сайты, так, и продают, ну, то есть в каких-то закрытых кругах мы вам подберем без проблем, какие-то бизнесы, которые будут соответствовать этой визе. Я бы не так давно присылала, например, Алене целый список, огромный список бизнесов, которые сто и более, так сказать, тысяч идет, по-моему, я подбирала со ста до пятисот, чтобы, то есть примерно у людей есть несколько такие деньги в класть в бизнес. Отлично. Да, ну, то есть лучше. Да, друзья, Олеся не только юридически сопровождает сделку, но также еще занимается подбором бизнеса под вас, под ваши индивидуальные критерии. Вот скажи, а сколько в среднем занимает срок оказания услуги, то есть срок получения визы от начала до конца? Сколько займет этот период? Хочу немножко тебя поправить. То есть есть адвокат, который вместе с нами, то есть работает, и все это мы, так сказать, вместе делаем, да. Сроки могут быть, в принципе, достаточно, если ты даже подашь на ускорение, то есть можно получить, ну, я имею в виду, когда уже все будет открыто, все уже, то есть мы выберем какой-то бизнес вам, то есть вам понравится, то есть, естественно, посмотрим, проаудируем, то есть аудит какой-то проведем, как люди зарабатывают деньги, то есть тоже нужно будет посмотреть, на самом деле деньги ли он приносил этот бизнес или нет. Как только мы все выбрали, он может занимать достаточно, ну, если все быстро сделать, то, ну, несколько месяцев какой-то аппрубал получить. Ну, отлично. То есть там есть ускорение сделать, то есть оно достаточно, это быстро получится. Вот, ну, естественно, подбор бизнеса может какое-то временное, ну, занять, потому что, как бы, ты должен чувствовать этот бизнес. То есть есть бизнес, например, как я говорю, Алене я потрясалала, присылала бизнес, были в сферах бьюти, то есть какие-то салоны, были в сферах еды, были в сферах, то есть какой-то автомеханики, то есть у людей какие-то уже есть наработанные, так сказать, цеха, где они ремонтируют автомобили, то есть красят их, то есть это все уже будет подобрано индивидуально для человека. То есть сейчас просто какой-то большой список выставлять не имеет, надо уже будет индивидуально с человеком, с семьей работать, что они хотят делать и как они чувствуют себя вот в бизнесе, что они, потому что, так сказать, выбери то, что тебе нравится, и ты не будешь не работать. Что по душе. Да, ни одного дня. Олеся, скажи, пожалуйста, какие еще типы американских вест могут открыть инвесторы? Ну, и есть, похоже, есть виза L1, но с L1 ты должен, то есть я сейчас не хочу в нее углубляться, L1, там у тебя должен быть бизнес у себя на родине, там есть свои, так сказать, какие-то особенности, но она очень похожа на Е2. И B5, то есть это вот такие наиболее инвесторские, так сказать, для бывшего Советского Союза будут визы, с которыми вы, в принципе, сможете работать, вести бизнес. Ну, если, например, EB5, то ты можешь вкласть, и там будет кто-то, какое-то строительство чего-то, там кто-то за тебя будет, так сказать, дальше управлять. Ну, насколько я знаю, в EB5 очень большая ставка, да, очень большие инвестиции нужны по данной визе. Ну, как бы, да, да, для бывшего Советского Союза я бы сказала да, то есть, ну, ты зато сразу получаешь, если тебя опробуют, ты получаешь грин-карту, то есть ты въезжаешь. Но это того стоит. Это того стоит, если ты не хочешь вести какие-то бизнесы, то есть для тебя кто-то будет вести это, ты приехал, получил грин-карту, делаешь, что хочешь, то есть у тебя там, ну, там тоже, если ты сам не управляешь, оно может и прогореть, может не прогореть, то есть там никто не может, в принципе, не имеют права дать какую-то гарантию о том, что да, вы получите деньги обратно, вы получите там дивиденды обратно или что-то, то есть там чисто на good luck, так сказать, нужна основа. Поняла. Олесь, тебе еще раз большое спасибо за очередную консультацию и в следующих видеороликах мы обязательно раскроем остальные типы виз. Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас всегда актуальная информация, так сказать, от первоисточника Олеси. Олеся проживает непосредственно в Майами, Олеся паралегал, которая поможет со всеми миграционными вопросами, юридическими и неюридическими, в том числе и адаптацией на территории Америки. Мы поможем как и с подбором бизнеса, также оформлением юридически с адвокатом, социальная адаптация без проблем, то есть люди, которые приезжают сюда, им нужно иметь тоже какое-то представление, куда они едут, то есть мы подберем какое-то жилье, мы подберем какое-то, может быть, сразу человек захочет квартиру купить, тоже такое возможно, устроим детей в садик, то есть вот все-все, школы, то есть там тоже надо определенные брать, как сказать, справки о прививках, ну там достаточно большой список, то есть любая социальная адаптация, так сказать, вот, чтобы приехать, мы организмываем полный спектр услуг на территории штатов, поэтому оставляйте свою заявку на сайте, либо пишите менеджерам на телефоны, которые будут представлены по данным видео. Всем спасибо, до новых встреч.